Первые месяцы Великой Отечественной войны принято считать временем потерь и поражений, однако были и победы, и успехи. Некоторые из них даже сегодня кажутся невероятными. 22 июня 1941 года, 3 часа 7 минут утра. Севастополь первым из советских городов принимает на себя авиаудар. Гитлеровцы знали, Советский Союз не готов к нападению, и они рассчитывали нанести максимальный урон Черноморскому флоту. Однако артиллерия советских кораблей встретила налет огнем своих орудий так, что враг лишился нескольких самолетов. Такой сюрприз немцам устроил Николай Герасимович Кузнецов, народный комиссар военно-морского флота, будущий герой Советского Союза, которому удалось в первые дни войны сберечь весь флот от уничтожения. Именно благодаря его идее военная морская авиация Советского Союза уже в августе 41-го нанесла бомбовые удары по Берлину. Кузнецов работал круглые сутки, на износ. Он был одним из лучших советских военных флотских командиров, из немногих владеющим несколькими языками. Еще будучи командиром крейсера, Кузнецов в порядке боевой подготовки сократил прогрев корабельных турбин с 4 часов до 15-20 минут. Это являлось для нового времени высоким показателем профессиональной организационной подготовки личного состава корабля. Крейсер «Червона Украина» стал лучшим в военно-морских силах РКК. В 1935 году на его борту осуществил поход «Серго Орджоникидзе». Он был настолько удовлетворен степенью подготовки экипажа крейсера «Червона Украина», что после этого похода Николай Герасимович Кузнецов получил награду в виде легкового автомобиля «ГАЗ». В августе 1936 года откомандирован на гражданскую войну в Испанию, где был главным военно-морским советником республиканского правительства. Здесь Кузнецов сразу же взялся учить язык. После немецкого и французского это показалось Николаю Несложным. И Кузнецов вместе с испанскими коллегами на практике отрабатывал тактику морских сражений с фашистами. Этот опыт оказался бесценным для будущего советского наркома ВМФ, который во многом определил его дальнейшую судьбу. В начале 1938 года Николай Герасимович Кузнецов был назначен командующим Тихоокеанским флотом. Силы флота под командованием Кузнецова поддерживали действия сухопутных сил во время боев у озера Хасан летом 1938 года. В тот момент именно на Дальнем Востоке назревал военный конфликт, который грозил перерасти в полномасштабную войну. Японские милитаристы, уже захватившие часть Китая и Корею, предъявили территориальные претензии Советскому Союзу. Соединенные Штаты, поощряя японцев, поставляли им горючее и стратегическое сырье. Столкновение было неизбежным. Командующий Тихоокеанским флотом Кузнецов, чьи специалисты занимались дешифровкой японских переговоров, вероятно, лучше других видел все слабые места РКК. Но куда большим злом он считал репрессии, которые выкашивали командный состав всех категорий и военно-морского флота в том числе. Едва вступив на должность командующего, Кузнецов потребовал от начальника краевого НКВД более серьезных обоснований для арестов своих подчиненных. Его забросали протоколами допросов с признаниями, Кузнецову еще только предстояло узнать, как именно добываются эти признания. В апреле 1939 года Кузнецов был срочно вызван в Москву. Гибель Тихоокеанского линкора, произошедшая накануне, не предвещала ничего хорошего. Однако его выступление на военном совете с примерами из испанского опыта производит на Сталина большое впечатление. И предложение молодому командующему, которому было всего 34 года, поступило лично от вождя незамедлительно. Так, в апреле 1939 года Николай Герасимович Кузнецов был назначен народным комиссаром ВМФ СССР. Приняв под командование весь советский флот, молодой нарком выступил с инициативой открытия новых военно-морских училищ и создания морских спецшкол. Впоследствии они будут переименованы в Нахимовские училища. Война надвигалась неумолимо. Кузнецов, понимая, что можно не успеть подготовиться, принял решение скорректировать десятилетнюю программу строительства военного флота. И эта программа в 1940 году была пересмотрена. Отказались от строительства тяжелых линкоров, крейсеров. В программе сделан был акцент на строительство легких сил. Это подводные лодки, эсминцы, тральщики и катера. И благодаря усилиям Николая Герасимовича к началу Великой Отечественной войны военно-морской флот Советского Союза имел уже более 900 боевых кораблей. Адмирал Кузнецов организовывал крупные учения, поощрял научные разработки по оснащению кораблей противоминным оборудованием и требовал сбивать немецкие самолеты, если они направляются к советским базам. В середине марта 1941 года уже был совершен первый обстрел немецкой авиации над базами в Лебавиев-Полярном. После этих фактов наркома ВМФ Кузнецова вызвал к себе Сталин и объявил ему выговор за данное самоуправство. Кузнецов возвращался от Сталина подавленным. Учитывая судьбу своих предшественников Николай Герасимович не мог не понимать, чем грозит гнев хозяина Кремля. И все же нарком ВМФ отменил свой приказ лишь формально. Теперь Кузнецов требовал не сбивать, а принуждать нарушителей границы СССР к посадке на наших аэродромах. 16 июня 1941 года директивой Кузнецова весь военно-морской флот был приведен в боевую готовность номер два. Это когда все силы и средства флота находятся в состоянии полных запасов, прекращаются увольнения на берег и отпуска личного состава, усиливаются корабельные дозоры. Поздним вечером 21 июня наркома ВМФ вызвал к себе нарком обороны маршал Тимошенко и сообщил возможное нападение. Эту информацию нельзя было расценивать как приказ. Не имея на руках официальной директивы, Кузнецов все же пошел на огромный риск. В 23 часа 50 минут отдал распоряжение флотам немедленно объявить боевую готовность номер один. То есть встречать противника огнем. На фоне колоссального разгрома Красной Армии в приграничных сражениях, на фоне того, что первые удары гитлеровской Германии на сухопутных фронтах были встречены в огромной степени внезапности, неожиданности, военно-морской флот благодаря своему наркому был готов к нападению Германии. Ни один краснофлотец ВМФ СССР, ни один корабль не получили повреждений и не были уничтожены в первые часы войны. Всю ночь наркомат флота работал как часы, все военно-морские базы флота оказались полностью готовы к отражению любых атак. Этого успеха и правоты, ведь Кузнецов оказался прав, ожидая нападения, адмиралу подспудно многие не смогут простить и после войны. Война сильно изменила облик советской элиты. На первый план выдвинулись талантливые полководцы и организаторы, нередко имевшие собственные суждения и не стеснявшиеся высказывать его. Однако, как только отгремели победные залпы салютов, хозяину Кремля вновь потребовались люди, готовые в первую очередь беспрекословно выполнять его волю. В послевоенные годы, в 46-47 годах, решалась судьба военно-морского флота, решалась судьба огромной кораблестроительной программы и Кузнецов, как профессионал высокого класса, позволил себе вступить в спор со Сталином, позволил отстаивать собственное мнение о перспективах развития флота. Реакция была ожидаемой. В 1947 году адмирал Кузнецов был снят с поста наркома ВМФ. Его разжаловали до контр-адмирала, определив место службы Дальний Восток. С 1948 по 1951 год Кузнецов служил в Хабаровске заместителем главкома войск Дальнего Востока по военно-морским силам, а затем командующим Тихоокеанским флотом. Руководить столь сложным организмом, как военно-морской флот, дано не каждому. Говорят, что незаменимых людей нет, однако бывают исключения. Летом 1951 года Сталин возвращает запомнившего урок Кузнецова на работу в Москву в качестве военно-морского министра. Адмирал вновь поднялся на капитанский мостик флота страны, когда были востребованы его широкий кругозор, государственный масштаб и эрудиция, знания, практический опыт, талант флотоводца, особые человеческие качества, уверенность в своих силах, независимость, твердость характера, простота и доступность. В 1953 году, после смерти Сталина, Кузнецову присвоили новое, только что установленное звание адмирала флота Советского Союза с вручением маршальской звезды. Ему было на тот момент всего 50 лет. Николай Герасимович был полон сил и при этом накопил колоссальный опыт. Но все это вновь оказалось ненужным руководству страны, когда Кузнецов проявил свое знаменитое упорство, настаивая, что стране нужна программа создания флота нового поколения. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов был очень неудобным для руководства страны. И поэтому вскоре он оказался не просто неудел, но был еще и дискредитирован после взрыва в 1955 году на линкоре Новороссийск в Севастополе. Эту страшную катастрофу повесили на Кузнецова, обвинили его, поскольку формально он оставался главком МВМФ. Его снова разжаловали до звания вице-адмирала с резолюцией «без права служить в военно-морском флоте». Николаю Герасимовичу даже не предъявили никаких доказательств вины. За 18 лет своей опальной жизни Кузнецов написал пять книг военных мемуаров, около ста статей по военно-морской тематике и мемуарного жанра о людях флота. Вернув истории имена погибших и репрессированных. Николай Герасимович одним из первых сказал правду о причинах неготовности страны к войне и трагическом ее ходе в течение двух лет, призывая проанализировать ошибки и неудачи руководства вооруженными силами для будущего. Одним словом, такого обширного историко-литературного наследия не оставил ни один советский военачальник и флотоводец XX века. При жизни справедливость в отношении опального адмирала так и не восторжествовала. Звание адмирала флота Советского Союза Кузнецову вернули лишь в 1988 году, через 14 лет после его смерти. До этого по воле родственников на могиле не значилось никакого воинского звания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!